Дорогие друзья, всем огромнейшие приветики. Меня зовут Марьяна, вы на моем YouTube-канале про моду, стиль шоппинг и рум-туры. И мы сегодня приехали в Павелецкую Плаза. Я здесь второй раз. Побывав впервые, я была приятно удивлена, насколько здесь симпатичные новенькие магазинчики. ТЦ, я так понимаю, открылась совсем недавно и будем снимать сегодня здесь. И по запросам после предыдущего влога из Цветного я буду рассказывать, в чем я сегодня одета. В том влоге я была в комбинезоне Love Republic и броши, цветы от Tubi Blossom. Сегодня я в моем улове с прошлого влога. Сапоги топ-топ, юбка Room 513, наши дизайнеры, брошь Zara и куртка System купила в Leform. Все, мы можем начинать. У нас сегодня два магазина, мы пойдем в Zara, мы напротив нее сейчас находимся. И чуть позже пойдем в Lime. Пойдемте на разведку. И прямо от входа нас встречает новая коллекция Denimo. И я знаю, что, на самом деле, мне сказала Оля, мой фотограф, что в Zara появилось, появились две ростовки. На метр семьдесят шесть и метр семьдесят. Ну, как бы мой вариант идеально. Метр семьдесят. Так, тут у нас на реле Франкенштейн. Здесь рубашка. А вот, кстати, на манекене можно посмотреть, даже более удобно будет. И как будто, видите, немножко они туда пришили карман. Но я уверена, что так и нужно. И джинсы тоже как будто сделаны, такой немного апсайкл из двух пар. Тренч из Denimo. Кто давно мечтал? Пойдемте смотреть, сколько стоит. Приценимся. Вот еще классная рубашка, смотри, укороченная. Тоже из двух, из двух денимных частей. Блин, так интересно, это апсайкл или это дизайн? Двойной пояс на джинсах. Давайте приценимся вот к джинсам. А, слушайте, здесь просто так написано. Вот, я, значит, ищу на этой стороне, где много-много всего, а цена указана вот здесь. 4 999. А если через мобильное приложение, то еще минус 20%. 4 тысячи, да? 4 тысячи получится. И вот он, тренч. А у тренча цена 8 599. А есть корсеты из Denimo Maxi юбки, вот с такой клиновидной вставкой. Это же просто как весь Пинтерест завален образами с подобными юбками. В общем, если вам интересно и хочется такую юбку, загляните в Пинтерест, введите Maxi Denim Skirt и увидите огромное количество сочетаний. А вот еще здесь тоже деним, джинсы White Leggy и косуха из денима. Надо мерить. Мне хочется, чтобы эта косуха была прям супер объемной. Посмотрим, как сядет на меня, наверное, XL-ка. Просто перфект. Вот такую мне футболку надо. Здесь у нас Амстердам, Сингапур и Мельбурн. Ну, я, конечно, буду выбирать не по городу, а по цвету. У меня есть вот уже такая вареночка серая. Я думаю, что в моем случае стоит примерить в цвете taupe. Такой серо-коричневый. Цвет какао. Если не умничать тут мне. Вот еще есть белая со стразами, но она чистенькая, без всякого принта. Но я в основном... Хотя нет, я, наверное, такие подобные футболки ношу и первым слоем, и могу ничем не перекрывать. Поэтому вот в данном случае, конечно, неудобно будет, если поверх накидывать какой-то кардиган или куртку. Но если носить ее самостоятельно... Еще какой-нибудь чокер в стразы или диадемочку. Вообще очень нарядно. Здесь еще, как я понимаю, вот в этой денимной капсуле предлагается вот такой лонгслив. Лонгслив мне тоже нужен. Мне нравится, что он немного в цвете айвори. Не вот такой кипенно-белый, а такой для вот как раз неконтрастного моего типа. Такой же есть в черном цвете. Давайте посмотрим состав. 95 вискоза, 5 эластан. Все понятно. Я что-то так проперлась от вискозы в последнее время. И вообще начала думать о том, что мне к телу приятно. Причем мне очень часто приятны и какие-то искусственные ткани. Но не шерсть, например. Шерсть вообще не переношу. Так, а здесь у нас что-то... Здесь другая коллекция. Сейчас я изучу. Лимитка. Green Planet. Скорее всего, я так думаю, это что-то из переработанных материалов. Вот мы сейчас как раз на этом дырявеньком джемпере это и проверим. 84 органических лопок процента. А вот классный джемпер с нитками. Мне нравится, когда так что-то декорируется. Причем вы можете это на самом деле сделать сами на уже имеющемся джемпере. Ну, если очень хочется. Сейчас тоже здесь посмотрим. Это тоже из лимитки. Посмотрим, что здесь. Переработанный полиэстер. Ну, и там много всего еще другого. В общем, если понравилось, изучайте. Так, здесь у нас костюмная группа. С ремнем, однобортный жакет. Вот вижу несколько костюмов с жилетами. Полоску. А, тут же жилет. Костюм тройка. Брюки. Видно что-то натуральное. 70% клопок, 30% лен. Брюки, жилет. И есть жакет. Сейчас посмотрим, какой в компании идет жакет. Хороший, однобортный. Чего я так стала против двубортных жакетов? Что-то вот прям... Нет, не надо мне. А вот. Тоже блуза с интересной драпировкой на талии. Сзади какой-то захлест. Но это часть дизайна. Должна сидеть хорошо. И мне нравится вот эта мятая фактура. Что можно не заморачиваться. Что вот она уже такая. Это вискоза. Вот еще вижу футболку с декором и принтом. Здесь как будто бы пришит канатик. И еще немного жемчуга. В общем, морская эстетика. Но, как я вижу, что в этом сезоне морская эстетика у Зарины в таком черно-белом цвете. Потому что этот стенд за это отвечает. И вот кардиган в морскую полоску. Хотела показать необработанный край. А взяла рукав, где край-то обработан. Необработанный край по низу. Горошек. Вот кардиган еще есть крупной вязки. На таких немножко... Такой немножко инфантил. Комбидреска под деним. Прикольно сделан лифт. Надо смотреть, как сядет. Мне так нравится вот эта ретро-темка. Вот здесь такой полос-свитшот. Я бы просто с велосипедками носила, как принцесса Диана. А вот, Миша, еще приди ко мне. Тут футболки. Они выглядят, как будто мерч какого-то центра реабилитации. Или какого-то, знаешь, элитного закрытого гольф-клуба. Но я опять это присматриваю для своей поездки на сборы. И вот тут еще хочу показать колье. Два обруча серебро и золото. Мне кажется, здорово вообще два носить вместе. Стоит 599 рублей. Вот, например, что я предлагаю. Возьмем футболку. Какой-нибудь... Нет, давай сюда лучше возьмем бежевую. Какой-нибудь овер... Овер-пиджак. Какие-нибудь золотые серьги. Кинем вот эти вот даже обручи. И белые велосипедки. Высокие носки можно с полосками. И кроссовки. Рассказала вам, как я планирую ходить. Мне так очень комфортно и нравится. Пойдемте дальше. Вот еще есть сатиновая юбка питоновая. С каким-нибудь курткой. В общем, если однотонкие сатиновые поднадоели, можно попробовать питончика. Главное, смотрите по длине. Вот я не очень понимаю, сейчас она миди или... Я взяла на свой размер, извиняюсь. Сейчас возьму свой. Не очень понимаю, она миди или макси. То есть я бы хотела, чтобы она была макси. Поэтому она мне может по ростовке не подойти. Ладно, пойдемте, что мы так голословим. Пойдемте собирать вещи примерочные. Увидимся там. Итак, собирая свой первый образ, я отталкивалась от футболки, которую вы уже видели в зале, и которая мне очень понравилась. Подобные футболки как раз составляют такую основу плечевой одежды в моем базовом гардеробе. Ну, в общем, к ней собралась сатиновая юбка на кулиске, которая здорово будет и с кедами, кроссовками. Она такая, вот такой длинный, знаете, как раз подходящий под обувь на плоском ходу. Вообще, такой кофейный коричневый цвет начал внедряться в мой гардероб, но я пока побаиваюсь его носить близко к лицу. Мне кажется, что в этом случае надо как-то макияж делать чуть поярче. Ну, в общем, для того, чтобы поддержать коричневую юбку, то появился платок в принт, который я очень изящно заправила под пуговицу в эпалете. И, в общем, кофе с молочком, кофе с пенкой. Образ называется капучино. И тут у вас может появиться вопрос, Марьяна, почему так небрежно заправлена футболка, если поверх надет укороченный жакет? Жакет-тренч с необработанным краем. Мне кажется, что очень здорово смотрится вот как раз с выпущенной футболкой. То есть это еще дополнительная деталь. И если вы как бы предпочитаете классику, но вам хочется немного хулиганщины, то это как раз вот тот самый вариант стилизации. Вы, наверное, уже по моему выражению лица поняли, что мне нравится этот комплект. В общем, Total Denim, джинсы White Leggy. Ну, довольно длинные, но я думаю, вы все видели этот хак с булавкой. Я еще пока не пробовала. Расскажу, о чем булавка крепится на низ джинсов и создается искусственная складка. И таким образом они не подметают полы. И в тон, в комплект такая джинсовая куртка, удлиненная, немного гранжевая. Я взяла ее в размере XL. И пояс от нее пересадила на джинсы, потому что они прям тон в тон. Тоже как дополнительная деталька. Мне еще нравится, как можно эту куртку небрежно этим же поясом подвязать на талии. Сейчас я подвяжу и покажу. Вот так. Для тех, кто любит притальный силуэт. А внутри у меня два бра. Это спортивный топ. Вернее, это два лифа, которые я ношу. И я их надела друг на друга. В общем, белый спортивный, комфортный. И такие чуть атласные треугольнички. Оба из зарины. По-моему, прикольно получалось. Я еще хочу пробовать вместо плотных чашек надеть на спортивный топ что-нибудь кружевное. Потому что просто кружевной лиф. Free the nipples не выгулишь. А вот если внутри будет какая-то подложка, то почему бы нет? Будем пробовать. Очень классный кардиган тельняшка. Только сделан по форме жакета. И вот как раз для тех, кому в жакетах не очень комфортно. Особенно жакеты-боксы обычно довольно компактные. И такие, не позволяющие проводить широту движений. Так вот, мягкий кардиган с такой ниточкой ламе, с ниточкой люрекса. Такую полоску я обычно не ношу. Но в данном случае с денимом здесь могла бы быть не миди-юбка из денима, а, например, какие-то джинсы, грубые ботинки. Очень даже неплохо. Но хочу заметить, что подобные кардиганы для девочек с уверенной линией плеча. Если плечики покатые, и у вас есть цель это скорректировать, тогда мы либо вставляем туда подплечники, либо очень аккуратно с ними работаем. Потому что у меня вот как раз этот каркас очень уверенный. На меня что ни надень, мне будет казаться, как будто там вставлены подплечники. И он такой приятненький к телу. А миди-юбку я, как обычно, дополнила спортивными леггинсами. Они в цвете графит. Это тоже графитовый же, да? Не знаю, и думала черные, когда они висели на рейле, но оказались графитовые. И из мужской коллекции ремень. Прям хорош. Подходит в шлевки и джинсов, которые я мерила до этого, и это юбки. Он такой чуть подбруталенный, и как раз с хорошей массивной пряжкой, которая не очень акцентная, но тем не менее заметная. У меня новый эксперимент. Я надела... Сейчас сама вспомню, что я надела. Я надела, по-моему... А, я надела на кружевной лиф. Лиф плотный. Немножко по-эксгибиционистски, да? Ну, очень эффектный костюм в зеленом цвете. В ней зеленый всегда шел и идет. Я даже взяла жакет не максимального размера. На мне 44-й, для того, чтобы создать такой чуть более элегантный и компактный силуэт. Значит, здесь широкие брюки, свободные брюки-трубы со щипами на высокой посадке. Однобортный жакет. И что особенно мне нравится, это текстильный пояс-шнурок с вот такими металлическими глетами. Глеты – это наконечники на шнурке. В общем, у нас открывается новый словарик. Вообще, я бы написала, по-моему, уже. И мне еще сейчас очень нравится, как можно накидывать поверх жакета, пальто, тренча, поверх джемпера или свитер. И рукава у джемпера создают такой эффект шарфа. Понятно, что мы сейчас уже от этого будем чуть-чуть отходить. Но, тем не менее, если вы берете жакеты чуть больше, чем вы сами, вы можете этот джемпер пододеть. Либо просто носить с этими же зелеными брюками. Удачная капсула получится. На самом деле, на мне абсолютно самодостаточный костюм с жилетом. Здесь широкие брюки-палаццо. И такой, я уже третий раз, наверное, сегодня повторяю слово компактный. В общем, жилет по размеру. И вроде бы ничего больше не нужно. Он и так очень элегантный, такой немного круизный. Здесь в составе и лен, и хлопок, и вискоза. Если я не ошибаюсь, надо глянуть. Но лен точно есть, написано на этикетке. Но я поверх добавила еще шарф, который зацепила на брошь. Мне понравилось, что здесь шарф тон в тон к костюму. То есть, если вы отправляетесь куда-то, ну, даже сейчас майские праздники, ну, словно, не знаю, в Сочи, в Турцию, этот же палантин можно просто накидывать на плечи. Но вот у меня изюм моего образа, это палантин как юбка. А еще здесь был найден гофрированный платок, который обычно мотают на шею, может быть, как твили на сумку. А мне понравилось, как из него можно сделать такую мини-баску, как будто бы деталь брюк. Или, например, носить его вместо топа. Но тут, смотрите, у кого-то хорошо держится, у кого-то не очень. Возможно, стоит надеть лифт-бра без бретелек и заправить этот платок внутрь. Ну, и в дополнение, и напоследок, мне захотелось показать вам этот образ с дырявым джемпером. Я в нем чувствую себя соединившейся с природой. Ну, он абсолютно имеет прекрасное право на выгул. Возможно, даже именно, когда я наслаиваю шарф на брюки, вот с таким верхом даже эффектнее. Что думаете? Все, идем дальше. Ну, что, пойдемте в Лайм. Вообще, приехала, конечно, посмотреть премиальную коллекцию. Такой красивый лукбук. Вот эта вот девушка, которая роняет сумку, нагибается, чтобы что-то там собрать. Давайте посмотрим, как это выглядит вживую. Во-первых, вот этот мятый костюм, как будто он мят, по моему принципу, вот этот засунуть в мешочек маленький. Но тоже хочу его примерить по составу. Пряталась от вас. Ищу состав на вшивном ярлыке. Надо сказать, о, вот это хороший момент. Юбка продублирована. То есть она состоит из двух слоев. Соответственно, будет не такая прозрачная, скорее всего, как топ, потому что топ однослойный. Хлопок полиамид. Топ, да, топ однослойный. В любом случае, какая-то бра понадобится. Кофе. О, это роскошь. Иксэс? Серьезно? Посмотрите. Жакет в размере Иксэс. Я думаю, что можно даже вместе попробовать. Жакет из пальтовой ткани. Стоит 13999. Размер Иксэс. Представляете, даже я такая, Иксэс? Мне кажется, вот, мне надо взять Иксэску. О, а вот комбинашка, которая как раз, вот на той фотографии, про которую я вам говорю, у нее есть дублер. То есть по подолу идет еще вот такая сжатая ткань. На подиуме прям практически у каждого дизайнера. Причем в сезоне не только весна-лето, но и осень-зима. Что еще я хотела из премиалки? Такое белое пальто. Я видела его в авиапарке, как будто бы из парчи. Или необработанного шелка. Давай вот здесь на бижутерии остановимся. Потому что я, конечно же, на крупный браслет. У меня есть винтажный браслет. Коля сегодня сторис с ним выкладывала. И вот можно не винтажное. В общем, таких браслетов желательно, чтобы было много. Причем можно на одну руку. Может, даже лучше будет. Вот мы носили парные браслеты. Это тоже здорово. Но если по силуэту костюма вам больше подходит все на одну руку, почему бы нет? Гремит. Я, видите, в прошлом влоге, по-моему, у меня как раз гремели браслеты. В этот раз я без них. Смотрю дальше. Видишь, какое-то кольцо. Тоже с крупными золотыми браслетами. Прямо. Да. А вот еще сейчас серьги хочу показать. Серьги какие-то, не знаю. Ты понял, что это? Это как будто бы вишенки, которые откусили. Помните, у Жак Мюс были вишни? Они, конечно, были сделаны. Там было и золотишко, и были такие прям как натуральные. Вот. А здесь откусанные вишенки. Забавно. Балетки. У меня такие черные очень удобные. Такие, как это сказать? Кроме того, что балетки удобные. У меня у самой такие. Все, Марьяна, мне кажется. Марьяне, пора домой. Но у нас еще примерка. Погодите. Вот мне и понравился светлый костюм. Обратите внимание на лацканый. Вообще на крой. Он такой прям какой-то структурированный, прямоугольный. Хоть мы и говорим о том, что у нас опять в тренд возвращается женский силуэт. То есть широкая линия плеча. Но, тем не менее, очень приталенный крой. Ну, я бы примерила. Такой же нет? Нет. Здесь на запах. Здесь однобортный. Я нашла свой рейл. Я никуда отсюда не уйду. Стразы. Причем у меня уже есть вот балка в стразах. Сразу говорю, что не могу вам ничего сказать про то, насколько стразы хорошо держатся. Потому что я ее ни разу не стирала. Но в процессе носки ничего не отваливается. И вот здесь есть целые костюмы. Там есть худи в стразах. Но видела я еще на сайте, что есть лонгслив. И вот я думаю, что следующей моей покупкой будет как раз такой лонгслив. А вот еще ветровки. Но они что-то в каком-то мелком размере, как мне кажется, эски. А если взять эльку, то очень даже на ушатава будет похоже. Понятно, что такие ветровки были много у кого. Но я вспоминаю мужа. У него как раз вот такая очень похожая и ткань, и сам крой на ушатава. Ой, здесь кармен. Кармен. Глянем. Просто топ с круглым вырезом. Сзади фиксирующая лента. И объемные рукава буфы. Не знаю. То есть хочется как бы показать эти рукава, засунуть их под жилет. Но под какой? Под черный. Но это будет прям... Как-то очень театрально. Вот если я, например, заправлю эту блузу в серую юбку. Хочется немножко еще цацак на шею. То есть какой-нибудь кулон, чокер. Может быть неплохо. Может быть какие-то высокие перчатки или метенки. Я примерочную не возьму. Трубаку, хотя вот именно тканинка. Слышно? Мне очень нравится. Здесь платье в пол. Платье водолазка. У меня, кстати, на... Я как раз и съеду в Дубай. По-моему. Ну, неплохо. Есть еще в кофейном цвете. Для того, чтобы совсем не уходить в Total Black. Такое какао. Наверное, даже посимпатичнее будет. И вот сюда те самые золотые браслеты на одну руку много. Кольцо какое-нибудь крупное. А я не помню, у нас во влоге из Цветного вошли в монтаж вот такие рубашки Pervert. В общем, у них очень похоже. Но я прикреплю картинку. Я фоткала эту рубашку. Давайте посмотрим, сколько стоит. 5 599. Так, здесь у нас что-то такое из нулевых. Немножко спорта, гранжа. Вот вы знаете, вот как бы меня не привлекали футболки в стразах, вот костюм пока нет. Причем, видите, вот эти джинсики, как у Кристины Агилеры. Ну, не знаю. О, хотела сказать, не знаю, будем ли мы продолжать носить нулевые. Но точно для тех, кому это понравилось, кому это подходит к их личному самоощущению, носите с удовольствием. Хотела показать вам жакет черный, такой из костюмки, со встроенной дранинкой. Неплохо, да, вроде бы обычный жакет, но с каким-то элементиком. А вот еще хочу посмотреть вот эту рубашку. Смотри. Мне кажется, тоже очень годненько. И возьмем ее в примерочную. Я такую рубашку заказала своей приятельнице привезти мне из Зара. Это было в том году. И мы с того года не можем с ней увидеться и обменяться. Юля, привет! Прости, давай увидимся. Там, правда, по-моему, какая-то желтоватая в Заре была дранинка. Знаете что, напоследок, перед тем, как мы будем собирать образы, Хочу вам показать серьги. Так, пальто еще красивое по дороге нашлось. Элегантненько. Пойдемте посмотрим серьги. Он еще грязный бомбер. Тут такой специфический костюм. Он еще стоит рядом с красными лодочками. Как-то очень форменно, официально. Даже не знаю. Ой, что это? Юбка перевертыш. Я еще, я просто, я задумалась, потому что вдруг просто ее неправильно на прищепке повесили. Но нет, пояс внизу, как будто бы от брюк или от классической юбки. Ну, забавно. Чего мы только не делаем, да? Мета-мета-модерн у нас. И вот бомбер с встроенной грязностью. Если вы слишком аккуратно одеваетесь, слишком выверенно, возможно, вам стоит приобрести подобный бомбер и расслабить себя. Не внутренние, так хотя бы внешние. Серьги, пока не забыли. Пойдемте. Вот такие серьги крупной сферы. Они бывают еще крупнее, но не в лайме, а то, что я видела у девочек-модниц. Здесь есть в таком размере. Я хочу к себе приложить. У меня тут тоже ухо полностью наряжено. Ну, хорошенькие. Такое, как из кос я привозила все это со сферами. Вот в лайме есть такие серьги. Ну, все. Все, собираем образы и до встречи в примерочной. Примерила я так и этот костюм. Жакет прям в твердую пятерку ставлю. Несмотря на то, что цвет не совсем мой. А брюки, на мой взгляд, спорные. Слишком широкие. Можно даже принять их сбоку, мне кажется, за макси-юбку. Как носить такие светлые брюки, непонятно. Я их сейчас посадила на довольно заниженную посадку, поскольку иначе мне не хватает длины. То есть тогда плоский ход. В общем, даже есть вопросы. А что я без сумки вышла? Погодите. Я же подобрала тут сумку в тон пуговицы. Ту самую сумку таксу. Подборку подобных в люксе и в масс-маркете я делала в ТГ-канале. Вот, в общем, чтобы дополнить этот элегантный костюм. Единственное, здесь еще, знаете, какой момент? Многие спрашивают, съемная ли вот эта петля на ручках. Нет, она не съемная. Поэтому, видимо, планируется, чтобы носилась все время так. Что еще хочу показать? Сейчас подрастегнусь на мне. Вот такой базовый топ из леоцела. Боже, приятный, как будто кашемир или вискоза с шелком. В зале не показала вам. Есть в белом, черном и вот в таком сером цвете. Мне кажется, великолепная альтернатива каким-то майкам-алкоголичкам в рубчик. То есть такой чуть более элегантный вариант, несмотря на то, что я взяла в сером меланже. Вот это у нас тут дискотека. Сразу у нас как-то бодрости поприбавилось у всех. В общем, жакет просто вау. Очень мне нравится. Понятно, что это пальтовая ткань, это для определенного сезона. Но как он скроен, еще в таком вызывающем белом цвете, мне кажется, это моя вещь. Костюм очень приятный к телу. Чуть-чуть-чуть колюченький, но это, может быть, и это меня в том числе бодрит. Но прозрачный, верх прозрачный. Нужно подбирать белье не в белом цвете, как на мне сейчас. Это просто, чтобы прикрыть наготу. А какой-то вот на этих полутонах пастельных, приглушенных. Возможно, какой-то брат треугольнички в таком чуть подзелененном оттенке. Или наоборот, брать прям в тон кожи, чтобы казалось, что у вас там все ровненько и ничего не выделялось. Ну и кеды. Мне так хотелось примерить, что я взяла себе 41 размер в стразах, как я люблю, плюс еще грязноватенькие. И еще допчиком к этой юбке я решила примерить ту самую, как я почему-то, по-моему, я ее джинсовой рубашкой называла. На самом деле, ну, такая классическая джинсовка-жакет. Вообще супер. Рукав, летучая мышка. Там, впрочем, все удобненько. Но имейте в виду, довольно короткая, поэтому вам либо нужно не бояться головы живота, либо предусмотреть что-то первым слоем. Минутка роскоши у нас. Она мне пальто за 35 тысяч. Но, надо сказать, в составе шерсть и шелк. И очень красивая фактура. Действительно, как будто у необработанного шелка. И такой жемчужный, перламутровый оттенок у него. Ну и скроено хорошо. Длина, ну, смотрите сами. Видите, надела его с комбинашкой, ну, в буквальном смысле, в пол. И меня здесь ничегошеньки не смущает. У комбинашки интересный низ. Мне вот, например, хочется, чтобы чуть больше было видно вот этой ткани первого слоя, внутреннего слоя. Ну, в целом, так, надо нам выяснить, что это за оттенок у комбинашки. Мне какой-то напоминает какую-то микстуру от кашля, такую из детства. Как называлась эта микстура, кто-нибудь помнит? Ну... Доктор Моу. Доктор Моу, не знаю. Ну, в общем, интересный цвет. Какого-то, не знаю, престарелого мха. Ну, ладно. Любуемся роскошью. И закончим мы с вами на довольно простом по составу, но интересном образе. Жилет трикотажный, как будто с оторванным низом. Здесь тоже где-то на бороте есть рванинка. Сзади она. И джинсы покрашенные, не знаю, как будто их в какую-то, не знаю, в осеннюю листву окунули. У джинсов довольно необычная для меня длина шагового шва. Вы можете это заметить. Может быть, великовато размеры, они должны были сидеть чуть выше. Но в этом тоже есть свой прикольчик. А на жилете, мне кажется, что вот эти штуки можно как-то завязать. Может быть, знаете, еще добавить сюда также брошь и задекорировать, опять же, как-то по-своему. Ну, а в целом это просто базовый топ с интересными деталями. И замшевая сумка. Тоже подобная модель набирает как раз свои обороты. И мне очень нравится, как можно ее декорировать. Я видела, что декорируют обручами, надевая их здесь и спуская, превращая эту сумку в мешок. Но мне непонятно, как носить в таком случае ее. Поэтому я бы предложила варианты с разомкнутыми, с открывающимися браслетами. И вот какой-то вот такой декорчик на сумку. Сразу уже немножко кастомизации. Ну что, а мы закончили. А я вас всех целую. И до скорых с вами встреч. Скорее всего, будет рум-тур, потому что я улетаю в отпуск. Все, целую вас, дорогие друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok